Письма счастья или почтовый спам? Депутаты Саратовской областной думы получили приглашение пройти лечение и отдохнуть за рубежом. Народные избранники говорят, что это чья-то нелепая шутка и письма пришли не по адресу. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Открываем. ВИП-майл. И чего здесь у меня? Международная карта пациента. Более того, лечение за рубеж. Новые льготы для ВИП-клиентов. Рекламный буклет приглашает депутата Саратовской областной думы Сергея Афанасьева пройти лечение в клиниках Германии, Швейцарии и США. Обещают бесплатный перелет и прокат Мерседеса на время прохождения процедур. Аналогичные письма счастья от некого интернет-сервиса на днях получили все депутаты Саратовской областной думы. Факт странный. Особенно на фоне последних негласных рекомендаций федерального центра российским чиновникам и депутатам отдыхать и лечиться лучше дома. За депутатскую почту в думе отвечает аппарат, но его руководство от роли добровольного пиарщика интернет-сервиса открещивается. Мол, это обычная почтовая рассылка. Спикер думы тоже не видит в письмах счастья ничего криминального. Это не депутаты этим занимаются. Я хочу подчеркнуть, просто в адрес депутатов и любого сотрудника корреспонденция приходит. Мы ее обязаны адресату обязательно довести. Депутат Николай Семенец тоже получил ВИП-приглашение. Изучил, но не более. Если касается медицины, я обслуживаюсь своими, обхожусь лечебными учреждениями. Прохожу ежегодное обследование в госпитале ветеранов. Отпуска Николая Яковлевича тоже соответствует политическому моменту. Визиты в Египет, Турцию, Таиланд его не впечатлили. И сегодня у Семенца в приоритете Сочи, Адлер, санаторий Светлана Подвольском. Его политический антагонист депутат Афанасьев в таком патриотизме коллегу поддерживает. Последний раз я отдыхал лет пять назад. И отдыхал я в Басканском ущелье. Естественно, как бы дикарев. Кстати говоря, полно иностранцев было. Они приезжают на Эльбрус. Наверное, подешевле, поэтому едут. Где зарубежная клиника взяла имена и фамилии саратовских депутатов, они понятия не имеют. Если их выбрали по принципу, кто способен оплатить дорогое лечение, так это заблуждение. Вы поймите правильно, мы разные депутаты. Кто-то имеет свои предприятия, кто-то чего. У меня кроме пенсии больше ничего нет. Ну, она сегодня порядка 24 тысяч составляет. В думских кулуарах поговаривают, что из 45 областных депутатов по-настоящему состоятельных, имеющих свой бизнес, наберется с десяток. Сергей Афанасьев к олигархам себя не относит. Говорит, на 100 тысяч рублей его депутатской зарплаты за границей особо не разгуляешься. Так что судьба рекламного проспекта предопределена. И есть у меня вон там черная урна. И ее бросаю. Вот сюда. Опа-на. Кстати, известно, что конверты от иностранных клиник приходили в Думу и в начале этого года. Похоже, депутатов Саратовской областной думы в Швейцарии действительно считают состоятельными ВИП. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.